Каждая добрая тема, оно вам надо, мы в этом уверены. И такая повестка дня на сегодня, 27 мая, в Москве будет дан главный старт зеленого марафона «Бегущие сердца». Одновременно зеленый марафон пройдет в 56 городах в России, как вы уже поняли, соответственно, и в нашем тоже, и даже в других странах присутствие группы Сбербанк с участием более 150 человек. У нас в гостях заместитель председателя Сибирского банка, управляющий новосибирским отделением ПАО Сбербанк, Игорь Безматерных. Доброе утро, Игорь. Доброе утро, доброе утро. Как дела? Прекрасно. Как проснулись? Мы только что провели пробежку силами 200 сотрудников, 200 сотрудников Сбербанка пришли для того, чтобы разогнать тучи и подготовиться к воскресному мероприятию. Вы, наверное, давали отмашку, потому что по вашему отутюженному костюму не похоже, что вы бегали. Дед, я бегал, я уже успел переодеться. Вот это да, круто. Потому что мы проводили тренировку с 8 утра. О, ничего себе. Мы тоже тут с 8 утра тренируемся с вами морально. Вот так, да, мы поддерживаем. Давайте о проекте немножко. Бегущие сердца не первый год проходит. Не первый год, седьмой. Это достаточно большой стол. Зеленый марафон проходит седьмой год и два года мы уже совместно с фондом поддержки детей обнаженных сердца. Поэтому последние два года марафон называется Зеленый марафон бегущих сердца. Бежим со смыслом. Теперь вы бежите для того, чтобы кому-то помочь. А раньше было как-то по-другому. Зеленый марафон, почему он называется Зеленый? Потому что он всегда имел статус благотворительного. До этого мы садили деревья. Ну, то есть, в общем-то, отсюда Зеленый. Посадили, побежали или как? Наоборот. Вначале пробежали, а потом в конце провели озеленение. То есть, Зеленый это не только потому, что корпоративный цвет из Браванка Зеленый. Зеленый это потому, что мы садим зеленые насаждения. Ну, и вот в этом году, так же, как и в прошлом, совместно с фондом обнаженных сердца еще и помогаем детям. В 56 городах России пройдет марафон. Впечатляющая цифра. И даже в других странах. В каких? Ну, это и в странах присутствие группы Сбербанк. Это Казахстан, Белоруссия, это Восточная Европа, это Турция. Я думаю, коллеги побегут и там. Мощно вы, раз просто нет. Отлично. Ну, и все-таки давайте поподробнее про благотворительность. То есть, цель проекта для озеленения нам понятна, это благоустройство города. Сейчас как и кому вы сможете помочь? Стоит денег участие в этом марафоне? Вы собираете какие-то средства или как? Как вы помогаете? Ну, для участников зеленого марафона участие бесплатное. То есть, фактически, благотворительность это все-таки не за счет взносов участников, а за счет желающих помочь фонду обнаженного сердца. Причем мы уже давно позиционируем зеленый марафон не просто как спортивное мероприятие для профессионалов спорта. Учитывая, что дистанция достаточно символическая, 4,2 километра, никто не требует ставить какие-то мировые рекорды. Поэтому я считаю, что любой человек любого возраста может одолеть эту дистанцию. Это просто для удовольствия. Да, это просто для удовольствия. Соревновательного эффекта как такового нет. Да, это просто для удовольствия. И поэтому я считаю, что зеленый марафон это не только спортивный праздник, это вообще общегородской праздник. Учитывая, что у нас работает площадка, на которой выступают музыкальные и творческие коллективы города. То есть фактически это будет воскресный праздник для жителей города. Поэтому мы приглашаем всех жителей города, всех наших партнеров, друзей из Бирбанка. Приходите, получайте удовольствие от мероприятия. Надеюсь, что погода будет благоприятствовать и будет солнечно. Никаких взносов нет. Все делается только для того, чтобы популяризировать фонд Обнаженные сердца, чтобы кто-то, любители бега, о нем узнали и пришли туда помогать, так? Так, взносов, скорее, цель зеленого марафона, это в первую очередь популяризация здорового образа жизни, организация праздников для гостей зеленого марафона, потому что мы приглашаем и детей, и членов семей, для того, чтобы даже те, кто не хотят бежать, они могут не бежать, они могут прийти и получить удовольствие, принять участие в розыгрыше призов и подарков от наших партнеров и от Бирбанка. Поэтому приглашаем всех, ну, а тех, кто все-таки хочет пробежать дистанцию, регистрация на зеленый марафон, именно на спортивную часть зеленого марафона, заканчивается до 24 мая. То есть еще есть время зарегистрироваться. На сегодняшний день у нас около 2,5 тысяч человек зарегистрированы, поэтому мы рассчитываем, что... В Новосибирской области. Да, в Новосибирской, в Новосибирской области. Поэтому мы рассчитываем, что на старт выйдет порядка 3 тысяч человек, а вообще в прошлом году на празднике приняло участие порядка 5 тысяч человек. Большие цифры. После рекламы вернемся, узнаем другие подробности. У нас в гостях управляющий новосибирским отделением по Узбербанке Игорь Безматерных. Разговариваем с ним про зеленый марафон «Бегущие сердца», который уже второй год проходит по всей России и даже в других странах группы «Сбербанк». Цель его – это приобщить людей к здоровому образу жизни и, конечно же, помочь фонду «Обнаженные сердца», который вместе со Сбербанком и организует это мероприятие. Итак, Игорь, еще раз доброе утро. Доброе утро. Давайте про другие подробности, кроме бега. Мы поняли, дистанция 4 с лишним километра. Про маршрут мы чуть позже еще поговорим. Ну и кроме того, вы сказали, что прийти могут не только любители бега. Будет большой праздник. Что вообще предусматривает программа в этот день праздника? В этот день действительно, кроме бега, будет большая концертная программа, будут уступать творческие коллективы города, будут розыгрыши призов и подарков, и будет возможность именно поучаствовать в благотворительности, помочь фонду «Обнаженные сердца». Также благотворительные взносы можно перечислить при регистрации на сайте greenmarathon.ru. Ну а в этот день каким образом будет организован процесс? Ну, непосредственно на площадке будет организован сбор средств. Зеленый марафон действительно это одно из мероприятий в череде достаточно большого количества мероприятий для поддержки детей. Ну, учитывая, что у нас грядет большой праздник, 1 июня, день защиты детей. Ну, и мы традиционно к этому празднику проводим ряд мероприятий на поддержку детей. Зеленый марафон, сбор средств, фонд «Обнаженные сердца». Традиционно, опять же, у нас мероприятие – это коробка храбрости, где мы собираем игрушки, которые дарим детскими домами, больницам. 1 июня, опять же, традиционно мы участвуем в большом общегородском празднике в зоопарке, посвященном Дню защиты детей. Поэтому, в общем-то, очевидно, что дети – это наше будущее, и мы стараемся как-то вкладываться в это будущее. Для работников Сбербанка участие в марафоне обязательно? Нет, не обязательно. Все-таки у нас демократия и сотрудники. То есть, в выходные дни наши сотрудники выбирают сами, как провести это время. Но я уверен, что… Но лучше пробежать. Я уверен, что на старте будет достаточно большое количество. Вот из цифр, которые я называл, половина – это сотрудники Сбербанка. Это впечатляюще. Мы честно никого не принуждали, мы просто информировали о такой возможности. Ну и учитывая, что все-таки здоровый образ жизни – это для сотрудников Новосибирского отделения – это непростые слова, поэтому, вообще-то, участие… Ну, то есть, я не удивлен такому большому количеству участников. Ну и вот сегодняшняя зарядка и порядка двухсот человек сотрудников, которые в восемь утра пришли на набережную, тому подтверждение. Серьезно, вы сегодня на набережной в восемь утра проводили зарядку просто так, для того, чтобы, ну, порепетировать перед марафоном, да? Это при пати такую, да. Или вы каждый день это делаете? Ну, к сожалению, нет. Перед зеленым марафоном мы это делаем за несколько дней, а так мы периодически проводим зарядки в банке. Ну, я очень рассчитываю, что каждый сотрудник Сбербанка все-таки на «ты» со спортом. Прямо в офисе проводите зарядки? Да, у нас есть и такие мероприятия. Вот это круто, вот это здорово. Так что, производственная гимнастика, а то что, это всегда? Всегда хотела, чтобы на работе будешь. Помнишь, Настя, мы тоже один раз делали. Да ладно, ну что ж, не о нас речь. На самом деле, давайте вернемся еще немножко к… К марафону, да? К марафону, да. О дистанции поговорим. Да, и о маршруте, откуда, куда. Ну, все будет проходить на набережной, на Михайловской набережной. В общем-то, она сейчас выглядит гораздо лучше, чем выглядела несколько лет назад. Это правда, это правда. Поэтому все действие… И на набережной 4 километра? Я не зверяла. Там будет круг. Нет, просто поворачиваем. Да, там будет 2 километра, 2 круга. То есть, в общем-то, и будет интересно и тем, кто бежит, и будет интересно тем, кто участвует в качестве зрителя. Вы планируете около… прогнозируете около 3000 участников, и это вместится в набережную? Мне она представляется такой узенькой, прям… Приходите, увидите. Все будет прекрасно. Хорошо. Я уверен. Увидим. Включая солнечную погоду. Вы молодцы, конечно. Такие мероприятия – это потрясающая вещь, и особенно сотрудничество с такими организациями, как «Обнаженные сердца». Скажите, может быть, это не первый, не последний проект, что-то вы еще делаете с подобными организациями вместе, сотрудничая? Или даже с тем же самым фондом «Обнаженные сердца» у вас есть и другие проекты или какие-то совместные планы? Ну, у нас… Времени эфира не хватит, чтобы перечитать все, что мы делаем. Ну, вот из последнего мы проводили буквально в апреле для школьников проект по развитию компьютерной грамотности. То есть, современная тема. Мы понимаем, что 21 век – век высоких технологий. Ну, и, в общем-то, насколько я помню, у нас участвовало полторы тысячи школьников в Новосибирской области. 15 человек из них поехали на финальный этап в Москву и стали призерами победителями. Это очень круто. У нас в гостях был заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением Фаусбербанк. Игр Безматерных, приходите, пожалуйста, на зеленый марафон «Бегущие сердца» и поучаствуйте в «Беге» либо вообще в общей программе этого дня прекрасной. И не забудьте, что регистрация до 24 мая. Все правильно? Так, все правильно. Greenmarathon.ru Вот так. А «Бег» состоится 27 мая на набережной. Да, приходите, будет интересно, получайте удовольствие участвовать в нашем празднике. Спасибо.